Ну что друзья, наша сегодняшняя рыбалка начинается вон с Женевского автосалона 86 года. Поставили мы машинку на базе и сейчас будем потихоньку выходить к воде для того, чтобы перейти через речище на залив сосны. Всем привет дорогие друзья, вы снова на канале Рыбалка с Владимиром Воротняком и сегодня мы вот на такой базе замечательной. Поставили машинку и будем сейчас переходить на знаменитый залив сосны. Сегодня с нами кто с нами? Катя. Снова Катя Рыбалка. Саша. И Александр. Александр, вот так сделай. Нитфо карась. Привет. Привет друзья. Сегодня будем ловить на гирлянду и сейчас самый сезон. Наконец-то за два года нормально стал залив сосны и мы будем сейчас на него переходить через речище. Погнали. Собственно вот друзья, мы на берегу. Мы переходим сейчас речище. Речище это русло Днепра. И нам нужно перейти на противоположную сторону, где находится собственно остров Великий, в котором внутри расположен залив сосны. Вот так вот все интересно. Все это находится между Киевом и Вышгородом. И там на яму зимой заходит рыба. Разнообразная белая. Это и лещ, это и синец, плотва, чихонь, судочки всякие разнообразные. В общем все что угодно. Глубины там достигают 18-20 с копейками метров. То есть достаточно глубоко. Рыба перемещается, бегает. Ну и за ней интересно очень побегать, ее поискать. Мы перешли уже на остров Великий. Сейчас нам необходимо перейти на противоположную его сторону, чтобы выйти к заливу в Акурат. Вот проходим сейчас мимо дачного кооператива под названием Шанхай. Вот в народе он так называется. И будем выходить уже непосредственно к водичке. Вот такие здесь друзья домики. Домики красивые, домики постройки еще советских времен. Вот такой рыболовный поселок практически в городе, в Киеве. Домики есть разные, начиная от небольших куреней и заканчивая достаточно крутыми, продвинутыми, современными постройками, солнечными батареями. Со всеми удобствами, со всеми прибамбасами. Узкие улочки, натоптанно. Рыбаки ходят. Так что все в порядке. Настроение у нас хорошее. Вон сзади идет котруся, снимает что-то. И надеюсь сегодня половим рыбки на гирлянду. А что такое гирлянда? Как на нее ловить? И в чем вообще прикол? Я вам покажу и расскажу. Кошак, а ну давай, веди, веди вперед мой верный кот. Веди вперед мой верный кот. Давай, где рыба? Давай, давай, показывай бегом. Давай, 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 давай. Где рыба? Давай, Кошак. Кошак, там рыба есть? Есть? Все, давай, веди, 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 веди. Не останавливайся, веди. Веди скорее. И вот, друзья, мы на соснах. Наконец-то вышли, легкий снежок. народу сегодня не очень много скажу я вам это хорошо вот народ ведь сидит вдоль береговой линии на свале скорее всего нашел плотву но сейчас мы будем к ним потихоньку присосеживаться смотреть что они тут нашли друзья хотел вам рассказать что такое собственно гирлянда и как она выглядит сейчас я сломки с этой выхожу вот ее сейчас наматываю и сейчас я размотаю чтобы вы понимали в общем гирлянда это снасть которая представляет собой снизу или мормышка или как у меня вольфрамовый грузик с тройником от него идет поводочек на который я подсаживаю иногда мотыль когда ловлю со дна то есть да есть течение у меня касается вольфрамовый грузик дна сносит мотыль течением и берет лещ то есть все что выше это вот такие вот черти что такое черт это тройничок в моем случае это четверничок спаянный очень красиво тонкая ювелирная мастеровая работа и вокруг у него оплёточка проволоки покрашенные специальным лаком ну который собственно рыбу и привлекает не нужно никакой подсадки никакого мотыля только вот такая вот штучка что у нас происходит на дне даже не на дне а в воде у нас к примеру здесь глубина вот смотрите глубина у нас здесь 15 с половиной метров и слой у нас на 6 метрах слой на 6 метрах то есть нам ну да и слой нарастает нам нужно опустить вот эту нашу вставку на глубину 6 метров 6 метров и вот такими осторожными покачиваниями имитировать какой-то планктон зависший в толще воды которым сейчас зимой питается плотва подлещик синец и прочая белая рыба как мы это делаем опускаем нашу вставку вставка около полутора метров и вот у меня без узловка это без узловка у меня идет как маяк то есть без узловка полтора метра вниз я смотрю на какой глубине стоит рыба на 6 метрах то есть это мне нужно опустить на 5 метров то есть я делаю 1 2 3 4 ну грубо говоря там четыре с половиной это у меня сейчас нижний нижняя моя мормыха будет ну плюс-минус в самом нижнем в самой нижней точке где стоит слой и все и начинаем проводку проводка вальяжная медленно очень осторожная то есть грубо говоря любая сбивка нашей проводки равносильно поклевки то есть рыба может еле-еле вообще дотрагиваться губочкой к нашим чертям это сразу же будет сказываться на нашем кивке кивок длинный он не очень сильно создает сопротивление рыбе когда она хватает нашего черта потому что но он очень мягкий вот мы видим поклевку и сразу же делаем подсечку была да да что ж такое опять да слой классно класс была так четко поклевку видно стравливая так вот смотрите сколько крючочков вот мы ходим у нас командная работа саша бурит в вас сразу же опускает холод проверяем на что рыба и если есть погружает саму снастью лёд трещит точно воду дали и что в общем нету но только усилий а нет ухты блин какая клевака смочная любая аномалия в игре остановка или подъем или сбой это равняется поклевка так что при этом надо незамедлительно делать подсечку в противном случае рыба вам не видать но меленькая но есть там уже и у стирочка да хотя ну да сотри на них вот посмотрите посмотри на что на кусок вольфрама и тройник без насадки без ничего посмотри как всоску это рыбка сенец назову не 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 это не снег зато подлящик маленький маленький подлещик сошла так сейчас я чтобы здесь увеличить свои шансы поставлю мотылян да пучочек нужно ставить такой не жалеть особо мужа рыбка есть хорошая на дне на охолоте может ее быть даже не видно когда она прижата к дну сильно вот но она там есть так что пучочек надо ставить такой чтобы не жалеть ты что у нас там может даже не чуть-чуть рыбка перемещается там шевеление какое-то есть поэтому стоит обратить внимание есть да 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 просто остановка ну рыбка тоже небольшая но тем не менее есть уже интересно что ж такое это белоглазочка у нас как взяла четверник да ускакал да там еще есть вообще децил децил вообще децил все уже ничего нету друзья есть один большой нюанс многие гирляндисты любят более такую высокочастотную игру вот как на мормышке она выглядит буквально вот так вот вот так вот я же люблю вальяжную такую протяжную на всю длину кивка вот мне кажется что она более скажем хорошо подходит для пассивной рыбы хорошо подходит для пассивной рыбы потому что она там стоит смотрит на этот псевдопланктон который перед носом ее задалбывает и в какой-то момент все таки решается на поклевку вот высокочастотная игра вот высокочастотная игра конечно базару 0 она очень хорошо подходит когда рыба активная но в большинстве случаев рыба неактивная это уже скажем добрая традиция поклевать 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 а подбросила ух ты смотри Активность есть, уже хорошо. Есть. Опять на подсадку, ты смотри, опять на подсадку, это хорошо, сейчас я обновлю. Да, странно, обаклёвка была. Что, опять на подсадку, ты смотри, это синец. У него очень такой длинный анальный плавник, практически до хвоста доходит. И цвет такой тёмный, и мелкая луска. Хороший слой. И даже на 4 метрах есть. Ой, как хорошо. Это очень хорошо. И плотный, плотный. На 4. Блин, на 4, на 6 такая именно, двухслойка. Спускается немножко рыбка. Стояла на 6,5 изначально, сейчас спустилась даже ближе к 8. Ну, это, может, её что-то испугало. Блин, ну не уходи слой, рассасываться начинает. Зараза. Рассосался. Ну что, две рыбки поймал, уже хорошо. Можно и честь знать, как говорится. Слой рассосался. Как правило, редко бывает, что садишься на лунку и там косишь просто вообще нереально. В основном всё такое опрошенное. Вот несколько рыбок максимум и хорошо. Всё, будем бежать дальше, будем дальше искать. Самый желанный трофей при ловле на гирлянду, это, конечно же, батонистая плотва. Собственно, это та плотва, которую мы поймали самой первой сегодня. Но получилось так, что днём погода сильно поменялась. Вот сейчас идёт дождь, с утра было минус 4, минус 5. А сейчас уже плюсовая температура, пошёл дождь и дали воду. Вот, и плотва с тех мест насиженных, где мы с утра ловили, она переместилась. Вот сейчас будем бегать её искать. Мы уже наматываем не первый круг по заливу. То есть уже прошли сегодня, ну я не знаю, ну сколько мы прошли, Кать, как ты думаешь? Километров? Ну не знаю, ну до червонца. Да, до червонца походу сюда уже почти получилось. Да, да, то есть так хорошо, хорошо походили, ещё нам предстоит плюс-минус столько же. Вот, плотва стоит у нас на глубине от 5, ну скажем так, от 3 до 6 метров, вот, в основном на 5. А всё, что, ну такая рыба менее ценная, там подлещик некрупный, сенец, белоглазочка, там густера, вот, она стоит на глубине там 8-10 метров. И вот, в принципе, можно таким образом и фильтровать. То есть опускаешь холот, смотришь, на 5 метрах ничего нету. Есть там на 10, на 11, ну всё, сразу же меняешь лунку, потому что очень долго опускать. И, ну, как бы рыба незначительная для того, чтобы тратить на неё время. Вот, пойдём всё-таки поищем ещё плотву. Вот народ сидит, он верняк нашёл плотву. Вот эта туча рыболов, походу, она и не рассасывается, она так периодически перемещается. Ну, будем внедряться, потому что мы обошли весь залив, плотвы так и не нашли. Если она есть, то где-то, где-то здесь. Самая большая вероятность её найти. Поэтому идёмте в толпу. Позади меня толпа, и это явная привязка к тому, что есть здесь какое-то пятно рыбы. То есть толпа просто так, ну, нарисовываться не будет. Это стадный рефлекс, стадный инстинкт. Вот поэтому по краю толпы следует пройти и посмотреть наличие, чтобы не лезть туда внутрь и мужикам не мешать ловить. Смотри. Друзья, вот о чём я вам говорил. Плотва на 5-6 метрах, вот как раз это её слой. Сейчас будем опускать в этот слой. Честно говоря, даже немножко... Немножко паркинсон. Потому что целый день сейчас, наверное, бегаем её и ищем. Она всё никак не хочет находиться. А поймать охота. Три. Опа, сейчас в слой опустим мы аккуратненько. Да. Ну давай. Да что ж ты будешь делать? Посмотри, какой слой. Есть. Есть. Есть, друзья. Надеюсь, вы видели попёвочку. И сошла. От погоды, друзья, зависит, наловишь ты плотвы или нет. Потому что она, скажем так, метеозависима. Она может гонять. Она может гонять. Она может на месте стоять. Она может на месте стоять и не питаться вовсе. И вероятность поимки её, ну, я не знаю, наверное, непредсказуема. А предсказуемая вероятность это Премьер Лига, на которую я, собственно, и поставлю на одну из команд, которые мне нравятся в этом сезоне. Это, конечно же, Лестер. Поставим мы. Вот так вот. И посмотрим, что оно будет. О, это плоточка. Это она. Это она, друзья. Это та, за которой мы сюда пришли. Она хоть не крупная, но это плоточка. Слоя нету. Вот, смотрите. Раз. И видно мою вставку с чертями. Вон она бегает по горизонту. А слой у нас рассосался рыбой. Рыба гончая. Необходимо за ней постоянно бегать. Поэтому стоит регулярно проверять эхолотом наличие слоя в месте ловли. Вот. Я для того, чтобы у меня был в режиме реального времени показатель, я постоянно держу эхолот в лунке. Многие рыболовы утверждают, что, ну, это делать неправильно, потому что рыба чувствует вот эти вот все лучи. Но на самом деле, ну, я не знаю, мне как-то без разницы. Я лучше буду видеть, что рыба есть или ее нет. И не тратить свое время, чем обращать внимание на то, что возможно... На то, чего возможно и нет. Да. Привет. Ну, конечно. Берег. Да. Ага. Бомба-ракета, да. И очень даже бомба. И очень даже ракета. Да, добро, Лежон. Давай, я просто на рыбалке сейчас на съемочках. Давай, наберу позже. Давай. Давай. Козы. 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 Конечно, они дружат. Козлик ниже чуть стоит. Вот вич, которые ухили. Просто давай вот так вот сделаем. Иди садись. Ой, козлик не начали открывать. Было? Ну что-то было, прибивание какое-то. О, есть, 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 есть. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Ты видишь, у меня железку мотануло? Конечно. Давай-ка, труся, давай. Давай, давай. 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 Что там у нас? Там у нас рыба. Там у нас рыба. Там у нас рыба. Там у нас рыба. Это опасный момент. С этими крючками. Да, укладывай их тут на бок. Это козлик, кстати. Это не плотва. Ну, плотва, она этот, круги почета делает. Оп. Сымай. 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 Руки рыбой пахнуть будут уже хорошо. Да, сто процентов. Я боюсь этих крючков немножко. Правильно. Особенно этих крючков нужно бояться на плотве. Маленький и острый. Ну, что плотва телепается сильно. Ну, что подлящище. А это кто? Это лещ. А он большой. Не малый. Друзья, ну что мы сегодня отлично провели день. Побегали, поискали рыбку и даже нашли. На самом деле у нас бы улов был гораздо больше, если бы мы уделяли внимание чисто скоростному поиску рыбы и никакой съемки. То есть специально для вас эта рыбка была поймана. И отрадно, что Катя в своем дебютном гирляндном забеге тоже поймала рыбку. Катя, ты рада? Да, Катя рада. Ну и слава Богу. Вот так, друзья. Вот такая вот снасть под названием гирлянда. Осваивайте ее. Я надеюсь, что мой ролик вам поможет в этом. А также подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк этому видео и конечно же жмите на колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие выходы на лед и на открытую воду. До встречи на моем канале.